Привет, зрители! Надеюсь, будет слышно эту птичку, которая так кричит, будто обезьянка смеется. Ей просто сама смеется так. Хе-хе-хе-хе-хе. Я ее уже тут минут 15 слушаю. У меня перерыв. Да, я даже не взяла камеру. Я что-то не думала, что что-то снимать тут буду. Мне подружка ВКонтакте скинула пью дарок с лейсом, и я теперь есть хочу. У меня с собой только пару огурцов, вода и черную смородину. ВКонтакте скинула, походу. Ежик. Ежика я засняла, но тут, наверное, уже не заведусь. Во, во, крадется. Сижу, пакет шуршит, а оказалось, не пакет, а маленький ежик с два моих кулака. А у меня маленькие кулаки, между прочим. Это какой-то очень маленький ежик. Вот кому-то сейчас на орехи будет. Алиска, он колючий. И она куда-то уныкалась. И он тут. Два года ежика не видела у нашего дома. В прошлом году видела на дороге круговой. А вот так, чтобы тут ежик. Насчет похолодало к вечеру-то. Насчет похолодало. Можно, наверное, отрубаться. Дерека не слышно. И не видно. Привет, зритель. Приехала в Прилуке закупиться. Прикинь. Подхожу и такое ощущение, будто там вот вижу эти столбы. И будто там ничего нет. Думаю, надо же это в Тверской области. Там где-то две деревни. Ветром раскатало. А тут-то что могло быть? А тут не знаю, что могло быть. Но вот, учитывая, что в прошлом мой приезд я ее хотела зафоткать, но как-то отвлеклась. Обычно тут был пакет с мусором, который регулярно выносили, я так понимаю. Теперь вот пакет с мусором в таком состоянии до сих пор. Разорванный. Мусор рядом валяется. Не люди, а свиньи подозревают, это делают. Но вообще не люди, а биомусор, которые так делают. Ну, что можно мусор выкинуть в остановке автобусной. Есть три уночки там под разный мусор. Можно туда что-то вот конкретно выкинуть. А тут вот такая ситуация. Что такое вообще неизвестно. Да, по-моему, сегодня 4 августа. Нет, тут уже практически, ну, чуть больше, чем, меньше, чем 2 недели. Ну, наверное, уже дней 10. Жуть. Вот оно как-то оттуда вот ломалось, сюда как оно вообще там стоит. И не падает, и не уплывает. И кто это сотворил такое? Я, соответственно, купила мороженое, но опять стоит 60 рублей. О первом мороженом я жаловалась, оно очень вкусное было. Но обычно у меня как-то попадается мороженое за 25 рублей. А тут за 60 рублей мороженое второе. О первом я жаловалась телегу, но оно было вкусное. Это, я думаю, то, что должно быть вкусное. Банами я тут купила. Они по 85 рублей стоят. И сырники. Моя драйвера, она сестра сюда приезжала. На магазин. И тут вчера, ну, короче, на днях говорила, что покупала очень вкусные сырники. Кто-то там идет, что ли. И я решила тоже купить этих сырников. Несмотря ни на что, люди купаются. Я задолбалась уже, зритель, 6 роликов заливать на канал. В следующий раз приведу сюда с максимум одним смонтированным. Либо залью, остальные потом. Чтобы просто тут покулять. Церква явно не следит за вот этим всем. Вообще пофиг. Как прихожане должны сюда подниматься? К примеру, или гости приехавшие сюда. Вот это вообще. Тут крапива. Чипы жатник. Кстати, тут это кладбище как-то облысело очень сильно. Как-нибудь тоже вот съезжу специально сюда, в магазин за мороженкой. И прокатиться тут. Ну, если, конечно, ближние, дальние, родственники и соседи сюда не решат. Именно покататься. Там дети лякают что-то. Не люблю я, когда чужие вопли в камеру повдавляют. Мне этих воплей детишечек и в городе хватает. Так вот, я там говорила. Я сырничков купила. Четыре сырничка на 91 рубль с копейками. Карамелек там. Немножко печеница я такой брала. А тут уже вот как с шоколадкой сверху. И с мемденсиками. Ну, или типа того, как похоже на мемденсик. И булочку. Плюшку. А еще хлеб, что мне привезли, внезапно на следующий день ласта склеил. Пришлось его обжаривать. Ну, делать гренки, короче говоря. Черную есть, а белого вот. Ну, хоть плюшечка. И что-то вроде еще. Тут может всякие летают. Тут может всякие летают.